Физики все время заводят новые и новые пространства в своей теории. Получается так, что в последних теориях, ну как последних десятки лет существуют, есть теории, где их число до одиннадцати доходов. Есть и больше, есть и двадцать шесть, есть и больше. Это было двадцать шесть, стало одиннадцать. Нет, это в теории струк. Это вообще с чем связано? С аппетитом физиками, с тем, что они как-то не пытаются найти минимум или это действительно необходимость? Вы как понимаете? Измышление, я больше так понимаю. Это жизненная необходимость. Жизненная необходимость связана с тем, что уравнение, значит, любая теория, которая строится, она описывает не весь мир, а только его часть, ну в каком-то приближении. То есть она действует в некоторых рамках. Скажем, недонская механика, допустим, она абсолютно точная, значит, есть у нас скорости маленькие. Или там, скажем, расстояние, которое мы рассматриваем, не очень маленькие, не очень большие. На этом расстоянии тоже неплохо работают. Вот. Но если мы выходим за рамки, в которых эта теория работает, там теория уже не работает. И спрашивается, а что там, где она не работает? Там строится, за этим рамками строится другая теория. При больших скоростях строится релятивистская теория. На малых расстояниях строится квантовая теория. Но понятное дело, что мы в каждой теории описываем один и тот же мир. Ясное дело, что должна существовать какая-то более общая теория, которая описывает не только крайние положения, но и промежуточные. И причем все сразу. Для теории по этой причине совершенно очевидны. То есть в каждой теории есть какие-то свои недостатки, которые каким-то образом хочется решить. Соответственно, решение этих недостатков, оно приводит к построению более общей теории, из которых следуют все частные. Соответственно, это позволяет, опять же, понять, как лучше, как устроен наш мир и что-то из этого вычислить, или, там, получить, ну, что-то посчитать. Техническую выгоду, хочу сказать. Вот. Поэтому существует, вот на данный момент, существуют разные теории. То есть у нас есть, там, допустим, квантовая теория поля, у нас есть теория гравитации, и эти теории, они никак, их нельзя связать, потому что квантовая теория... Пока, наверное, никак. Пока никак. В чем причина, значит, квантовая теория поля? Она написана в плоском пространстве. То есть плоском пространстве, плоское... Значит, слово «плоское» — это математический термин, а противоположность этому существует пространство кривое. И бывает плоское, бывает кривое. То есть плоское — это частный случай кривого. Кривое пространство, его никаким перезоним координатам нельзя свести к плоскому. То есть это цилиндрические координаты и, например, обычный декабрь? Нет, это все будет в плоском пространстве, и оно все преобразуется друг в друга. А, то есть это тоже? Это все плоское пространство. Просто существуют такие пространства, которые не являются плоскими. То есть не эвклидовое? Да, это не эвклидовое пространство. И в этих пространствах нельзя никаким перезоним координатам свести к уравнению плоского пространства. То есть в одной, в какой-то точке можно, в отдельной взятой, а в целом, во всем пространстве этого сделать нельзя. Вот в таком пространстве, кривом, там написано область декабрь относительности Эйнштейна. И она работает, она подвержена экспериментам, она правильная. А квантовая теория поля, она написана в плоском пространстве. Ну и та, и другая теория правильная. Ясное дело, что наше пространство, оно, значит, оно должно проявлять и квантовые свойства, и оно должно быть кривым. Но общей теории, которая объединяет их, на данный момент нет. Попыткой построения такой теории существует, это теория струн, которая в дальнейшем пришла в М-теорию. Так вот, в М-теории, значит, для того, чтобы каким-то образом объяснить, каким образом все теории могут объединяться, там, значит, вводится 10 или 11 измерений. Вот. Это число измерений, но связано с тем, что теория должна быть самосогласованной. То есть она не должна рассыпаться на какие-то кусочки, там не должны появляться бесконечности. Вот. И просто это следствие теории, что там число измерений должно быть таким. Сколько на самом деле в нашем пространстве измерений, это, на данный момент, понять невозможно. То есть, поскольку эти теории, они довольно сложные и незаконченные. Может быть, действительно, там у нас там 10 или 11 измерений, на данный момент, это неизвестно. Но, может быть, их и четыре. Кто и знает. Мне почему-то казалось, что это отчасти связано все-таки с произволом тех физиков, которые эти теории пытаются построить. Может быть, и можно было как-то и по-другому. Просто и не нашлось еще таких людей, которые как-то по-другому это реализовали. Именно. Там не нашлось способа реализации. Пока. То есть, пока никто не придумал, как это реализовать просто. Чтобы это было... Такая грубая методика. Да. То есть, пока в четырех измерениях никто не смог построить теорию, которая объединяет все остальные. Но запретов нет. Нет. На то, чтобы сократить это число. Ну, теория струн начиналась с того, что там было 26 измерений. Я к тому, что вообще вот это число этих пространств, которые... Все пространства, которые мы вводим, я так понимаю, что это все-таки то, что мы нащупали какими-то своими какими-то чувствами, скажем так. И органами чувств в результате. Ну, про органы чувства говорить достаточно сложно. Так что представить себе, что происходит трехмерное пространство довольно легко. Представить себе четырехмерное пространство уже гораздо сложнее, но можно. Потому что это просто... Это просто не всем дается, но... Это просто трехмерное, но то, что движется. Вот кино — это и есть четырехмерное пространство. Но все эти наши представления основаны исключительно на нашем опыте. Если у нас есть опыт общения с такими пространствами, то мы можем как-то представить себе, как он двигается. Представить себе четырехмерное псевдолоренцево пространство — это уже сложнее. Ну понятно, что в мире, в частности, никто кроме физиков не лезет, поэтому кроме них это никому не представить. Да, но тем не менее, наше пространство является псевдолоренцем. А вовсе не Евклитовым. Вот. Как это представить, это, в общем-то, довольно сложно. Все это пишется просто по уравнению, и можно просто по уравнению понять какие-то общие закономерности. Вот. Большее число пространств просто необходимо для того, чтобы уравнения были согласованы. Это больше похоже на некоторый математический трюк. Вот. А о том, что это можно как-то представить, речи не идет. Потому что, если какую-нибудь задачу отделить и поручить математикам, будет все равно. Он хоть миллион пространств заведет и будет решать. Но главное, чтобы в этом был смысл. Насколько в этом смысл физического есть? Вот. А насколько много будет казаться? Их может оказаться сколько угодно. Ясно, что они меньше четырех. Ну, это уже да. Это как бы ясно. Да. То есть ясно, что их не имеет четыре. Вот трюк именивают все, это значит общепризнанный я. Да. Это экспериментальный факт. Пожалуйста, что измерение четыре. Вот. А вот если их больше числа количества, на тот момент экспериментально неизвестно. То есть четыре точно есть, а больше неизвестно. Те теории, в которых число больше, они существуют. Но там проблема в том, что практически невозможно поставить на текущий момент какой-то эксперимент, который подтвердит эту теорию или опровергнет. Кроме того, эти теории настолько сложны, что там очень сложно что-то вычислить. Ну, вот мы пришли к тому, что для того, чтобы понимать физику, вообще говоря, нужно помимо того, что уметь читать, считать и писать, считать и уметь арифметически считать, уметь референцировать, уметь интегрировать, знать транзорные исчисления. И только тогда можно будет рассуждать о каких-то вещах, которые... Вопросы кажутся довольно простыми, а для того, чтобы на них ответить... Нужно понимать суть вещей. Нужно понимать суть вещей и какие-то более сложные вещи тоже уметь разбирать. Ну и еще, конечно, там нужно быть удивлянцем. Если человек умеет удивляться, он умеет задавать вопросы, а эти вопросы приводят к правильным ответам. Физик – это человек, который очень любопытен. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы.